СКФУ Здравствуйте, с вами Ольга Варнавская и новости от Северокавказского федерального университета. Как готовят в УЗИ кадры для предприятий Северного Кавказа и участие активистов СКФУ во Всероссийском студенческом форуме. О самом интересном прямо сейчас. СКФУ продолжает подготовку кадров для Северного Кавказа. С этой целью ВУЗ ежегодно принимает на обучение абитуриентов по целевому набору. Помимо этого, здесь активно ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов. Спектр программ постоянно расширяется. У тех, кто решил сменить профессию, наиболее востребовано юридическое, экономическое или педагогическое образование. Популярны также специальности, связанные со строительством и нефтегазовым делом. Это просто дает же возможности, большие возможности для трудоустройства. Это что касается студентов. Если мы говорим о уже взрослом населении, которое уже где-то работает, с учетом меняющегося формата жизни, люди меняют и место жительства, и место работы. И программы профессиональной переподготовки дают возможность очень быстро влиться в какой-то новый коллектив, освоить новую специальность или профессию. Все программы переподготовки практико-ориентированы и составляются с учетом требований работодателей региона. Базовое образование у меня было гуманитарное, и все знания экономического блока, они все были новые и жизненно необходимые для работы. Поэтому и теоретический блок оказался очень полезным, и практический. Большинство программ профессиональной переподготовки рассчитано на полтора года. График обучения подстроен под слушателей. В основном это вечерние занятия. Тоже относятся и к программам повышения квалификации. Правда, здесь гораздо больший выбор форм обучения, помимо традиционного очного, с привычными лекциями и практическими занятиями. Это может быть форма обучения с выездом на предприятие в форме мастер-классов, тренингов, дискуссий, различных видов производственного тренинга. Большое количество программ повышения квалификации может реализовываться частично в дистанционной форме, с использованием различных интерактивных форм обучения. Все это делается для повышения конкурентоспособности специалистов экономики Северного Кавказа. Ведь уже шесть глав субъектов СКФО подписали с СКФУ соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Ежегодно на базе СКФУ проходит переподготовку и повышение квалификации более 5000 слушателей. После обучения они пополняют ряды высококвалифицированных специалистов, что способствует социальному развитию региона. Активисты из СКФУ приняли участие во Всероссийском студенческом форуме. Он прошел в Ростове-на-Дону и объединил около 2000 студентов из России и зарубежных стран. Делегация Северокавказского федерального университета была одной из самых многочисленных – 33 человека. Главной темой форума стало 70-летие Великой Победы. Организаторы развернули масштабную выставку военной техники. Далее стартовала работа на образовательных площадках. Студенты обменивались идеями и выступали с инициативами по развитию студенческого самоуправления и поддержке русского языка. Обсуждались также социальные стандарты в образовании, проблемы спорта и здорового образа жизни. Мы привезли с собой некоторые проекты, которые проводятся в других университетах. Сейчас будем их прорабатывать для непосредственно нашей площадки. Где-то улучшить, где-то доработать, потому что все-таки любой проект, он не идеален и у каждого есть на него свой взгляд. Проявили себя наши ребята и в массовом забеге. Вместе с министром образования и науки страны Дмитрием Ливановым они преодолели 14-километровую дистанцию, проходившую по местам боевой славы. На этом все новости от Северокавказского федерального университета на сегодня. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин